Появление официального сельскохозяйственного рынка – важное событие для производителей и покупателей сельхозпродукции. Для первых, это возможность перебести товар без наценки. Для вторых, законное место для реализации сбыта. На сегодняшний день я сам начинал заниматься кроликами и столкнулся с тем, что нет реализации. Нет реально, где официально можно было заниматься сбытом кроликов. Допустим, вот как я. Потом подходили ко мне тоже соседи, друзья. Почему бы нам не сделать на базе здесь, не организовать рынок? Официальный статус сельскохозяйственного рынок получил в прошлом году. Сегодня сюда приезжают со всей Московской области. Для фермеров, предпринимателей и владельцев частных подворьев рынок – место сбыта. И площадка для деловых встреч и профессионального общения. Общение, знакомство кролиководов, птицеводов. И дает информацию, самое главное у нас. И дает импортозамещение, можно содержать. И это кролики не только вкусное мясо, диетическое мясо, но и красивый мех. На выходных на рынке прошел съезд птицеводов Московской области. Основную часть продукции представили голубеводы. Хозяева птиц высоко оценили организацию территории и условия для продавцов и живности. Подмосковный клуб голубеводов решил проводить ежегодные весенние и осенние встречи на территории рынка. Впервые, можно сказать, в России мы дождались этого, чтобы открыть такой рынок сельскохозяйственных животных и птиц. Нигде нет такого. Понимаете, мы в России всегда привыкли, что у нас живность должна быть в каждом доме, в каждом дворе. Наконец-то мы этого дождались. В Москве, конечно, ездим, но туда не доберешься. Туда тяжело проехать. И люди туда не ездят. А вот сегодня вы посмотрите, сколько здесь народу. Владельцы рынка стремятся возродить понятие птичий рынок. В последнее время птички либо исчезли из городов, либо превратились в универсальные рынки. Проводится сельскохозяйственный ярмар. Но они работают нерегулярно и реализуют либо готовую продукцию, либо полуфабрикаты. Здесь даже, может быть, не столько надо приобретать. Вы, наверное, помните песню «Птичий рынок» и как люди ходили на птичий рынок. Это же праздник был. Сходить, посмотреть на птичек, на животных, показать детей, вывезти. Это же как зоопарк, живой зоопарк. Плюс общение. Прекрасное общение, нормальный контингент, адекватные люди. Ну и обстановка. В связи с морозами рынок работает по выходным. С весны планируется ежедневный график. Удобное расположение для продавцов и покупателей. Пересечение 107-й магистрали и выезда Раменского и Воскресенского районов. Андрей Милентьев, Сергей Григорьев, Сергей Яковлев. Для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова